ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Праймериз. Внутри партийные выборы. И этот эфир скорее для тех, кто не понимает суть этой компании. Итак, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Спасибо. Скажите, пожалуйста, откуда появилась практика праймериза? То есть кто будет в этом участвовать? Как-то будет ли задействовано население? И как-то, может быть, мы прям по порядку объясним? Да, конечно, с удовольствием объясню. Но прежде всего, если вернуться в историю или этимологию условия праймериз, то это слово иноязычного английского происхождения и обозначает предварительный отбор. В нашей терминологии несколько уже с другим акцентом предварительный выбор. Это практика проведения преддверий электоральных кампаний праймериз, заимствована нами у ведущих политических партий Европы. Широко применяется и в Соединенных Штатах Америки. И на сегодняшний день подтвердила, как одна из эффективных форм проведения подготовки электоральных кампаний. Этот праймериз у нас был объявлен Ельбасы, лидером партии. Нуратану Санабичу Назарбаеву на бюро было принято соответствующее постановление. И вот 17 августа этот праймериз проходит у нас в партии Нуратан, в том числе и в нашей Акмойской области, в городе Кахштал. Мы можем сказать, что это первые масштабные все-таки, ну такие внутрипартийные выборы? Да, разумеется, это впервые в общественно-политической жизни нашей страны. Это впервые именно партия Нуратан в преддверии электоральной кампании. А что электоральная кампания? Это предстоящие выборы Маслихаты всех уровней. Мы жили с парламента Республики Казахстан. Партия Нуратан проводит праймериз для того, чтобы провести внутри себя предварительные выборы. А все это связано с тем, что в 2017 году Конституция претерпела определенные реформы. Были внесены определенные изменения в законодательные акты. В результате чего ранее практиковавшаяся мажоритарная система в электоральный период, мы сегодня перешли от нее к пропорциональной системе. То есть при предстоящем формировании Маслихата всех уровней и мажористов парламента Республики Казахстан количество представителей той или иной партии будет исчисляться пропорционально количеству голосов, набранных при проведении выборов. И самое главное, чтобы более так популярно объяснить, любой избиратель, когда придет на выборы и будет получать бюллетень, в отличие от мажоритарной системы, где в бюллетене указывалась конкретно фамилия физического лица представителей той или иной партии, нынче же будет в бюллетене указываться просто партия. Ну, соответственно, мы заявили о том, что мы принимаем участие в выборах партии Нуратан, ну и, соответственно, те партии, которые примут решение об участии в электоральной компании. Ну, от других партий мы еще не слышали про праймерис. Пока только у Нуратана, да? Да, только у Нуратана. Ну, я думаю, что другие партии не будут воспользоваться этой формой праймерис, предварительным отбором. Поскольку, ну, наверняка, здесь есть особенностойные партии. Или численность маленькая. Численность маленькая, да. Потом нефиксированное членство партии. Ну, отсутствие каких-то ресурсов административных. Ну, вы знаете, партия Нуратана – это правище. Она имеет разветвленную сеть, свои здания, свою собственность. Имеет штатную численность определенную в лице партийных функционеров. Поэтому для нас это очень удобно. Ну, и с учетом того, что в рядах партии насчитывается более 800 тысяч. 800 тысяч населения нашей республики Казахстан. То, соответственно, мы заинтересованы, чтобы в этом процессе принимал участие каждый член партии. Каждый член партии. Более того, я скажу, что в этом процессе могут принимать участие беспартийные жители нашей республики. То есть мы загружаем приложение. Да, но при условии, что эти люди, подавая документы для участия в праймерис, берут на себя обязательство вступить в партию при условии, если они поддержат ценности и, соответственно, программные документы нашей партии. Но этот процесс уже прошел. Первый этап выдвижения регистрации. На сегодняшний день мы зарегистрировали из 864 подавших заявления, мы зарегистрировали 854. То есть предстоящие вот сегодняшние... А какой-то лимит есть? Нет, без ограничения. Без ограничения. Любой. И, соответственно, вот сегодняшнего числа начинается новый период подготовка к агитации, агитационный период. Соответственно, вот 854 членов партии нашей Акмойской области зарегистрированы. Они принимают участие непосредственно вот в этой агитационной кампании. Ну, уже можно сказать, да, что они на тропу уже предвыборной гонки, так называемой, уже вышли, да? Разумеется, да. Что они должны сделать за этот период? За этот период я хотел бы сказать, что в целом праймерис имеет свой нормативно-правовой документ. Это правила проведения праймерис, которые также были утверждены на бюро полисовета партии нашей. Соответственно, с этими правилами каждый, подавший заявку и зарегистрированный в качестве кандидата для участия в праймерис должен выполнять определенные требования. То есть агитационная работа начинается вот с 7 числа сегодня, сентября, и будет продлиться порядка 27 дней. За этот период, есть период предшествовший подготовки к агитации, а сегодня начинается уже агитационный период. Предлагается каждому участнику записать видеообращение, разместить его на канале YouTube и, соответственно, в последующем это... Без привлечения государственных СМИ, да, абсолютно? Разумеется. Уже социальные сети, да, я смотрю? Они имеют, преимущественно будут работать, конечно, в социальных сетях, но каждый кандидат имеет право выступить на страницах, допустим, официальной печати средств массовой информации. Там тоже говорено, что он для этого должен использовать собственные личные средства. И, соответственно, организационный комитет при областной филиале партии НОРТАНК по согласованию с организационными комитетами в районных городах нашей области выработали определенный лимит средств для каждого района с учетом количества принимающего участия и количества членов партии. Соответственно, он может предпочтение своей агитационной работе отдать размещение каких-то агитационных материалов средств массовой информации, или же предпочтение отдать работать в социальных сетях, в том числе публикации в YouTube, в информационной системе видеобращения каких-то постов в социальных сетях. Кроме того, предоставляется право, опять-таки, в рамках установленного лимита, изготовления агитационно-пропагандистских материалов. Это материалы форматом А4, не более, которые предназначены не того, чтобы расклеить и развешивать, а из рук в руки передавать. То есть это определенно новый подход, да? Да, совершенно верно. Без различных на столбах мы ничего не встретим. Ни в коем случае. Даже это запрещается, поскольку это внутрипартийные выборы и, соответственно, рассчитанность работы среди членов партии прежде всего. Скажите, а вот эти 800 с лишним человек, за сколько мест они будут бороться? Они будут бороться за 276 депутатских мандатов. 276 из них 33 – это областной Маслихат и в районных Маслихатах, городских Маслихатах, соответственно, от 11 до 16 – это колеблес и так далее. Ну вот смотрите, праймерис прошел, это же не значит, что на следующий день человек, кандидат, который выиграл мандат, он уже является представителем Маслихата, депутатом Мажелиса и так далее. То есть какой должен пройти срок? Они уходят в какой-то резерв? Тогда, Магина, я несколько подробнее расскажу. Дело в том, что вот сейчас агитационный период закончится и 1-2-3 октября будет проходить всеобщее голосование. Причем хотел бы сказать еще одну особенность, что с одной стороны это внедрение передовых технологий, и в другом случае это вызвано пандемией коронавируса, что, допустим, есть определенные нормы санитарного режима, когда мы должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию и много таких условностей. Поэтому принято решение, что голосование пройдет в режиме онлайн. Вот, допустим, пройдет в течение трех дней режима онлайн проходит голосование, и причем подсчет голосов ведется автоматически. Информационная система, разработанная очень ведущими нашими айтишниками, специалистами, она предусматривает, что я электронно в режиме онлайн проголосовал, мой голос уходит в сервер, который находится в центральном аппарате партии, который автоматически обрабатывает эти данные и потом выдает, кто из кандидатов какое количество набрал голосов. И, соответственно, вот, допустим, в городе Кокштаб на сегодняшний день зарегистрировано 93 кандидата на 16 депутатских мандатов. В том числе ряд из них подали заявление для участия, позиционирует себя в качестве депутата в областном мастер-хат и мажориста парламента республики Казахстан. А, то есть это где-то оговорочка идет, да? Да, при оформлении заявления, оформлении пакета документов, разумеется, да? Вот пакет документов предусматривает, чтобы кандидат был со всех сторон, ну, как бы говорится, морально, этически чистый, не было какой-то наркологической, допустим, или зависимости каких-то моментов, которые отрицательно говорят о нем и так далее. Вот этот пакет документов. Есть заявление, в котором он указан, на какой уровень мастер-хата претендует. В городе Кокштаб он может в городской мастер-хат, в областной мастер-хат и мажорист парламента республики Казахстан. И, соответственно, когда голосование проходит, 93 человека, которые подали заявление, автоматически подсчет голосов проходит по ранжиру. Кто наибольшее количество, а в городе Кокштаб 5 тысяч членов партии, то, соответственно, максимум голосов, которые, ну, это идеально, наверное, которые можно набрать, это 5 тысяч голосов. И минимум голосов, это один голос. Вот все те, которые набрали какое-то энное количество голосов, они впоследствии на конференции партийные будут рассматриваться и, соответственно, формироваться партийный список. Партийный список, из которого потом, когда пройдут электоральные кампании выборы мастер-хаты всех уровней мажорист парламента республики Казахстан. То есть партия сама будет решать, да, кого из них выдвинуть, из тех, кого уже отобрали. Совершенно верно. Ведь пропорциональная система, она о чем говорит? О том, что когда пройдут выборы мастер-хаты всех уровней мажорист парламента республики Казахстан, мы увидим наши избиратели, а у нас порядка 530 тысяч избирателей в Акмойской области, кто, какой партия дал предпочтение. И, соответственно, определится, какая партия, какое количество депутатских мандатов на разном уровне завоевала. Исходя из этого, только потом из этого партийного списка будет определяться, опять-таки, по определенным. Во-первых, это будет рейтинг, а второй будет еще стратоориентированный рейтинг. Вы знаете, что в законодательстве Республики Казахстан, в частности законополитических партий, внесены изменения, что мастер-хаты должны формироваться с обязательным условием 30%, не менее 30% женщины и молодые люди в возрасте до 29 лет. Поэтому, кроме рейтинга такого голосования, будет еще стратоориентированный, чтобы набрать вот эти 30% женщины, молодые люди. То есть это такой золотой резерв своего рода? Конечно, конечно. А те, которые с партийного списка, не войдут в число депутатов, потому что там партийный список формируется, количество депутатских мандатов на одного уровня помножено на два. То есть, если в городе Каштав 16 депутатский мандатов, партийный список будет из 32. Вот 16 это потенциально, которые войдут, станут завтра называться депутатами городского мастер-хата, а 16 человек это будет партийный резерв. Вы знаете, что в практике даже вот этого созова, 6-го созова, в течение года депутаты мастер-хатов в разных уровнях по разным причинам покидали. Кто-то уезжал на постоянное место жительства в другое государство, кто-то уезжал в соседнюю область, кто-то выдвигался на государственную службу. И мы дважды в год, весной и осенью, проводили выборы. Кстати, вот пенсионный возраст влияет, да, тоже на депутатство? Нет, не влияет. Абсолютно не влияет. Не влияет, если у нас, ну, число таких людей пенсионного возраста практически нет у нас. Ну, поэтому, вы же сказали сейчас молодеют в рядах партийцев. Я вот сколько захожу в социальные сети, часто натыкаюсь вот в последнее время вот на ленте, я иду на праймерис. То есть, ну, вот каждый публикует пост на своей страничке, кто собирается идти на праймерис. Но теперь у меня тут возникает вопрос. Они идут самовыдвиженцами абсолютно все, либо их какая-то компания выдвигает, либо же их первичная, может, партийная организация выдвигает. Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что, допустим, вот 854 кандидата зарегистрированы. Из них 161 пришли по рекомендации первичных партийных организаций. То есть, учитывалось мнение, да, партийной организации? Да, конечно. Но это было, опять-таки, по условиям праймериса, это право каждого члена партии определиться, пойдет он самовыдвиженцем или же пойдет через рекомендацию первичной партийной организации. Так вот, 161 кандидатов, они выбрали путь через рекомендацию первичной партийной организации, оставшиеся самовыдвиженцами. Помимо того, что они записывают телевизионные обращения, видеообращения, скажем так, какие процедуры они еще должны пройти? Ну, типа дебаты, что-то такое еще будет у них? Ну, кроме вот видеообращения, я хотел бы сказать, что информационная система праймерис, для чего она предназначена? Исходя из того, что голосование будет онлайн, соответственно, избиратель, ну, будем называть нашего члена партии, который будет голосовать, Соответственно, для того, чтобы ознакомиться с какими-то данными того или иного кандидата, он может точно так же, вы не являетесь членом партии, вы можете войти в эту информационную систему. Любую область, любой регион нашей республики вы можете, соответственно, точно выбрать и посмотреть. Вот, допустим, там Сидохметов, ваш знакомый, который говорит, что я подал заявление, город Каштаб, вы его в информационной системе находите и читаете все, что о нем должно знать. Его анкетные данные, кроме того, вы знакомитесь с его видеообращением, здесь он может публиковать посты, которые он публикует в социальных сетях, ссылки, по ссылкам вы можете зайти. Здесь указано, когда он будет встречаться, какой первичной партийной организации с агитацией, допустим, и когда он будет участвовать в дебатах. Вот, о дебатах вы заговорили, я продолжу. По условиям праймерис, каждый участник обязан принять участие в дебатах. Опять-таки, это телевизионная версия или же, как это должно выглядеть? В условиях, что все-таки мы еще в масках. В режиме онлайн, это будет каким образом? Во-первых, каждые дебаты будут транслироваться в социальные сети. Фейсбук, Инстаграм, в прямом эфире, это первое. Кроме того, каждые дебаты будут сниматься на профессиональную камеру для истории и для того, если какие-то возникнут вопросы по процедуре. Ну, а что касается онлайн, ну, с учетом того, что сегодня санитарные нормы несколько послаблены, то, соответственно, будет предлагаться два варианта проведения дебатов. Онлайн и оффлайн. Там, где у нас есть возможности, а у нас есть возможности, в городе Курштал определены 19 площадок дебатных, на которых будет сосредоточиться не более 50 человек. Сохранение. Что можно дистанцию соблюдать. Да, дистанция вот эта должна быть. Соответственно, организаторы дебатов обеспечивают масками, вот этим антисептиком, в отдельных случаях перчатками, ручками и так далее, и так далее. Вот заявление вы принимаете, вы, получается, абсолютно все заявления принимаете, да? Разумеется, да. Скажите, а вот в части, вот вы говорите 800 с лишним. Мадина, я поправлю, принимали, потому что этот процесс закончится. Да, 800 с лишним человек, да? Да, 54. Да, 854. Мы можем как-то в двух словах сказать о кандидатах? И, конечно, очень много их, чтобы о каждом рассказать, мы не сможем все равно. Но какая-то общая картина, да, по области какая? Профессиональная принадлежность, не знаю, ну, национальность даже, родительность. Да, прежде всего я скажу о чем. Прежде всего, конечно, была задача такая, чтобы выполнить законодательную норму. И она, законодательная норма, пришла не просто так. Как партия Нур-Тан в свое время выдвигала необходимость гендерного равенства, хотя бы относительно, между мужчинами и женщинами. Потому что анализ показывал, если, допустим, в прежнем созове, в шестой созове у нас где-то было 20% женщин, а в южных областях, вы представляете, 4% всего из женщин. Это очень мало, да? Это очень мало, это очень мало. Если брать по молодежи, то практически 3% было в целом по республике. А сегодня ставится задача не менее 30%. И на то есть определенная мотивация. Если взять наше общество, то более половины нашей общества составляют женщины. В нашей областной партийной организации 75% женщин. Поэтому, соответственно, законодательная норма... Но женщин много идет на праймерис? 340. 340 из этих почти половых? У нас, да. 340, это 39,8%. Это очень хороший процент. Давайте тогда по возрасту остановимся. По возрасту, ну, сейчас мне трудно вспомнить, но начиная от 20 лет... А, от 20 лет? Я думала, почему-то от 30 лет. Нет, от 20 лет. От 20 лет, потому что в условиях праймериса тоже говорено, что может подать заявку молодой человек в 20 лет. Почему? Потому что есть законодательная норма право избирательного голоса и так далее. При проведении выборов в Мастихат и всех уровней и так далее. И скажу, что самый такой старший возраст среди женщин – это пенсионный возраст. 58 лет. Старше этого нету практически у нас. Не практически, а точно нету. Хотя есть прецедент. В одной из южных областей заявку подала женщина в возрасте 83 лет. Но заявка принята? Принята. А если ее выберут? Пройдет. Пройдет и будет дальше работать. Что мы ожидаем от тех лидеров? Скажем, это же уже будут лидеры, когда они уже пройдут отбор. Вот что вы от них ожидаете? В лице, конечно, вас партия. Мы ожидаем и мы глубоко надеемся, что это будет способствовать качественному изменению состава депутатского корпуса. Не секрет, что сегодня определенная часть населения выражает недовольство депутатской деятельности. Нужна молодая такая, новая кровь, да? Не только молодая, нужны прежде всего те люди, которые пользуются авторитетом. У которых вот внутри есть, наверняка, тот камертон, который позволяет чувствовать проблемы окружающего мира. Это тот человек, которому обладает чувством принципиальности, честности, порядочной, который готов защищать интересы населения. И который, допустим, завтра, будучи депутатом Маслихата того или иного уровня, может прямо говорить о проблемах, предлагать какие-то конструктивные решения и добиваться. Вот это мы преследуем того, чтобы пришли те люди, которые способны решать и, соответственно, добиваться намеченных целей. К сожалению, время эфира ограничено, но мне хочется успеть задать еще один вопрос. Сейчас остается меньше месяца, да, у нас до выборов, до праймериза? Праймериз, он завершится 3 октября. 3 октября, да, меньше месяца остается. Скажите, вот в этот этап что нужно вложить сейчас? Что происходит сейчас у вас? Сейчас, вот сегодняшний день, начался агитационный период. Он продлится до 3 октября, до 2 часов дня. То есть, когда будут электоральные выборы, там есть день тишины и так далее. Да, да, в 00.00 закончится. А здесь нет, здесь вот само голосование, процедура закончится 3-го в 14.00, параллельно с этим может продолжаться агитация, но вне участкового голосования. Голосование идет 3 дня. 1, 2, 3 до 14.00 онлайн голосование идет. 1, 2 на дому или там на работе. Если у кого-то слаб компьютерной грамотности, что-то не получается, то 3-го числа будут работать все участки для голосования. И любой человек может прийти, получить консультацию, а более того, помощь от айтишников, системных администраторов, которые расскажут, покажут, и он онлайн голосование должен проголосовать. Есть у нас 11 участков, где будет проходить оффлайн, то есть традиционно бумажный бюллетень. Это связано с тем, что туда пока интернет не дошел. То есть, есть выбор, в принципе. Желаю удачи и успехов в этой сложной, но очень интересной кампании политической. Я надеюсь, что акмолинцы покажут и покажут, и представят самых лучших партийцев. Уважаемые телезрители, на этом наша программа завершена. Надеюсь, вы получили много полезной и новой информации. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok